Там всё такое. Это просто всего лишь испытательный срок. Правильно. Когда уже мы будем в могиле лежать, тогда мы будем осознавать, что он правдой и что нет. Может быть тогда вот и мы с вами тоже там встретимся. Да, это жизнь. Один раз мигнуть и уже на той стороне. Да, на той стороне. Так называется мгновение. А сам откуда? Я ниоткуда. Я дома сижу. Я никуда не ходил. Я вчера тут сидел и сегодня... А вот где? В каком области? А вот где нахожусь? Город Барнаул. Алтайский край. Опа, Барнаул, да. Барнаул далеко от нас. Да. А откуда? Я никуда не ездил. Барнаул, скорее всего, все земледеятели, да? Мы строим православную деревню с нуля. Православную. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас тоже... Так у вас что считается разрешенным? У нас считается разврат. У нас разная планка. Кто решает... Подожди, подожди. А что у нас решает... Ваша книга разрешает вам это? Четыре жены иметь. Четыре. А у нас одна. Вторая жена. Ты уже блудник. Ты уже блудник. А у вас это нормально? Все. Да вам еще в царстве объясняют, там 20 гурей будет каждую ночь. Вы вообще как помешанные. Да неужели в царстве небесном одни блудники собираются? Придумали награду какую мужикам? А когда вам было, например, 20, 25, 30, 35 лет, вот, лево-право, вперед-назад не родили? Нет. Меня Господь позволил родиться в старообрядческой семье. Отец пришел с фронта, вот так, руки нету. И у нас в семье 5 девчонок было, 5 ребятишек, 10 детей. И мать говорила, пионеры не вступай, плясать нельзя, материться нельзя, с женщинами дело иметь нельзя, пока ты... Не благословят родители. И я вот в 80 лет, я ни одного матерка еще не сказал. И меня Бог от женщин спас. Я в 23 года только Евангелие получил в руки. Я служил в Марфлоте, а потом на Балтике работал. И в это время на берегу сошел и встретился с людьми, дали Евангелие. И я обратился к Богу. И вот уже 56 лет иду этим путем. Меня за это сажали, все, что только не делали со мной. 26 лет меня мучили в разных местах. Вы зайдите на наш сайт, называется «Восвяти Библии» Игнатий Лапкин. Большой сайт, 15200 роликов. У меня одна книга, у меня 38 книг, томов написано. И одна книга посвящается Корану полностью. Я разбираю весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. Я могу сказать, сколько букв в нем, сколько раз, какое слово встречается. Если вы желаете, я сейчас вам скажу, вы запишите, если желаете, про Коран больше узнать. Вот чтобы его, чтобы Коран... Про Коран больше узнать, конечно, мне очень интересно, но сейчас вот нет, просто про Коран узнать мне интересно от мусульманина. Э, мусульманина, вы одним духом поверженные. Вот я спрашиваю, сколько надо по одному часу считать, в день Коран просчитать, сколько времени. Ни один не может ответить, а я отвечу 16 с половиной дней. Я специально этим занимался. 16 с половиной дней за месяц ее можно прочитать. Да за полмесяца можно прочитать. По одному часу в день. По одному часу в день. А у Библии... Два раза можно ее... Да, почти два раза. Два раза. Да. А вот Библия, она больше... Только на арабском. Ну, а по-арабски ты будешь считать 10 лет ее. Нет, по-арабски, арабский язык самый мягкий язык. Да чего мягкий, когда не понимает, как у нас церковно-славянский. Не понимают люди стоят в храме, стоят столбами. Надо на родной язык переводить. На родной язык вот каждый вот... Вот. Вот мы встречались тут узбеки, таджики. Они ничего не знают. Совершенно не знают. Они по-русски-то не могут. А не то, что там по-арабски. А вот мы в дороге были когда. Мы ночевали у мулы в доме. У мулы. В Баку. Вот они грамотные. Жена на четырех языках разговаривает. Арабский знает. А он на шести языках. Мула. Очень грамотная. Очень грамотная. И мы все сфотографировали, засняли. Вот если вы желаете, на наш канал зайдите и зарядите так. Беседа с мусульманами. И вы увидите, как мы там беседуем. Они знают Писание. У них и Библия на столе лежит. И Тора еврейская. Очень грамотная. И мы взяли за основу римлянам 6 глава, 23 стих. Он гласит так. Я сейчас прочитаю. Как возмездие за грех смерть, запятая. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. И у них в комнате мы сидим, там беседуем. Вот что человек согрешил. Смерть. Согласились полностью. Одинаково. На 100%. У нас и у них одинаково. А дальше что? Они все остановились. Я говорю, ну вот человек убил другого. Или там изнасиловал ребенка и убил. Что ему? Он говорит, смерть. Я говорю, и у нас так же. Но его посадили в тюрьму. Утром его казнить будут. Что он может сделать? Добро. Какое добро, когда он сидит в камере? Они не знают еще. Я говорю, у нас он должен покаяться, как разбойник на кресте. Господи, я верю. Ты за мои грехи, за убийство, за блуд, ты умер. Иисус говорит, прощаю тебя. У вас спасителя нет, а у нас спаситель есть. В этом разница. Вам было бы очень интересно посмотреть эту беседу. Представьте. А Иисус вот в каком году? В 34-м. В 34-м. Новая эра. Вот это сейчас идет 2019 год от Рождества Христа. А умер он в 34-м году. 33 с половиной года он жил. А вот вы верите, да, что вот Бог родился? Ну как же не верить? Когда он сам говорит, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Я и отец одно. Он не был рожденным. Бог не родил и не был рожденным. Он не Бог, он не только Бог, он Бог и человек. У вас никак это не вмещается. Вы хотите умом понять. Отмечается, он посланник Аллаха, он народ. А Аллаха и наш Бог это разное совсем. Ваш Иса и наш Иисус это разное. Это разное. Разное. Аллах один. Нет другого Бога. Один Аллах. Но вы называете его так, а мы называем его иначе. Но только качества, свойства разные. У вас он один и все. У нас называется троица святая, троица. У вас нет этого. Вы должны согласиться, что ваше учение разница от нашего очень сильно. Мне нравится у мусульман, что как они женщин сохраняют. Они нигде тут не показывают сиськи. Здесь ни одной мусульманки нет, чтобы она раздетая была. Они умеют хранить. А с чужими как жеребцы скачут. Пришли сюда блудничать. А зачем мы здесь? Я говорю, за тем, что дома у тебя четыре жены. Надо колым платить. А здесь сорок четыре, даром и раздетые. Захохотали, сидят. Ну, все равно, как сказать, как говорится, вот, в чужой монастырь своим уставом не ходит. Ну, не надо. Я и не захожу в ваш монастырь. У вас его и нету. Я вот про себя сейчас говорю. Ну, я понял. Вот я сейчас вот не буду вам конкретно такого вот, что я вот сейчас вот в голове думаю. Вот ничего такого. А скажите, скажите. Только вы скажете мимо. Ко мне не относится это. Не относится это. Вот говорят, свинину есть нельзя. А у нас вообще мяса нету. Мы мяса не едим. Мы мяса не едим. Никакого. Я знаю, у староверов нету мяса. Нет, у них мясо. Они свинью едят, староверы. Все едят. Я не по этому. Потому что... Все они едят. Я не раду, не встречал старовера, который едет. Староверы едят свинью. Они свиней держат. Что ты мне рвучишь-то? А? Еще бы. Но конину, конину кролика нельзя есть. Это они не едят. А вы едите. А вы едите. А почему конину кролика нельзя? Потому что копыта не раздвоенные, жвачки нету. Можно есть только то, раньше было в Ветхом Завете. У кого у животного жвачка и копыта раздвоенные, на двое. Кролика нельзя есть. А в Новом Завете у нас разрешается все есть. Освящается молитвой, Словом Божьим. А вот мы, ну наша группа людей... А секундочку. Новый Завет, это как понять? Новый Завет. Ну как? Вот Ветхий Завет, он о том говорит, как мир сотворен. В нем, это сказать, Ветхий Завет. В Ветхом Завете 50 книг. 50. А в Новом 27. И вот это 50 и 27, 77. Вот здесь вот, в переплете. А это Новый Завет как? Это Новшество уже, да? Новый Завет, он начал писаться после смерти Христа и воскресения. Евангелие от Матвея через 5 лет, Марка через 7, Луки через 15, Иоанна через 35 лет. И уже в первом веке Новый Завет был собран 27 книг. Послания Павла, Иакова, Иуды, Петра и Иоанна. И тогда апостольское правило, 85-е, перечислило книги, какие нам принадлежат. Вот, допустим, в Евангелии было разных 20 вариантов. Церковь поставила только 4. А почему? А как узнали? Предание говорит так. Взяли все эти 20 Евангелий, там Фомы было, Иуды, Басилиска, евреям, положили на престол, где таинство совершается. И эта комната, алтарь, была запечатана. Храм запечатали, помолились. Утром пришли, все валяются на полу, а на престоле 4 лежат. Их оставили. Это предание говорит. Да? Да. А Бог, ну, Бог разобрался, отец бросил чужие. Бросил чужие. А вот, смотрите, вы говорите, что вы Коран изучили, да? Еще бы. Еще бы. Но. Если вы интересуетесь, я вам могу сказать, сколько раз... И что она начинается, какая сура там? Каждую суру отдельно я все разбираю, все до одной. Это у меня вышло 38 томов книг, мои, а я как... И это у меня 18 том. И каждый том своим светом. А я первый там. А? А я первый Коран. Ну, это вот какой. Давайте я вам прочитаю, какой. Просчитаю какой. Так, минуточку. Мне надо еще и увлечительное стекло взять. Сура первая. Минутку. Сура первая. Аль-Фатиха. Открывающая Коран. По-русски. Так. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Милостивому, милосердному. Властелину дни воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся и тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем. Но? Сходится? Сходится. А теперь сура вторая. Сура вторая называется Аль-Бакара. Корова. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, лам, мим. Это писание, в котором нет сомнений, является верным руководством для Бога боязненных. Третий аят. Третий аят. Которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Мы, с большой буквы. Которые веруют в неспосанное тебе и неспосанное до тебя и убеждены в последней жизни. Последнее, с большой буквы. Они следуют верному руководству от их Господа. И они являются преуспевшими. Шестой аят. Воистину, неверующим безразлично. Предостерег ты их или не предостерег. А они все равно не уверуют. Седьмое. Аллах запечатал из сердца и слух. Она глазах у них покрывала. Ему готовы великие мучения. Ну, все. А что вы думаете об этом аяте? Ну, у нас также написано, что вечны мучения. Все. Тут у нас сходится. Ну, теперь понятно, что это Коран. Нет. Я-то понял. А вот как вы думаете, вот после смерти, вот что будет? Знаете, вы только сразу не уходите. Вот с вами говорили, что раз выключите, уйдете. Не выключайте, пока мы не простимся с вами. Договорились? Договорились? Да, я выключать не собираюсь. Ну, вот так. Ну, это все говорят. Даже никуда не надо. Через пять минут будет лежать здесь в корове чужую бабу. Слушай, мне однажды, тогда был не Санкт-Петербург, а Ленинград. Пришлось быть на одном собрании. Там было мулы и имамы. Это очень, очень грамотные люди. И там мне пришлось сказать, вопросы задать. Я простой вопрос задал. Скажите, до брачной ночи, какой процент девственности сохраняют ваши дочери-то? Ты даже не поверишь. Они меня не поняли. Как сколько? Как сколько? Как сколько? Сто процентов. А у нас уже в седьмом классе, сейчас, ее не найдешь. Она на вторую букву алфавита называется. А дальше я говорю, они там сидят, и у них щетки. Ну, у нас это сто, у них там меньше. Они, некоторые вернулись, были в Мекке, в Медине. Стали говорить. А один из них говорит, да, горе нам будет, если Иса, Иса, это Иисус, нас будет судить. Я говорю, он как раз и будет судить. Писание говорит, он сядет на престоле. Но у нас щетки есть и сто, и тридцать три. Это сарабрящий, скажем, тридцать три. У вас все есть. Но у нас и сто есть, и пятьсот есть. Ну, сто я ни у кого не видал. У них щетки, купленные в Медине, там такие освещенные считаются. А у нас вот сто, вот она. И мы, у вас намаз пять раз совершаются, а у нас с утренними, вечерними девять раз. Девять раз. И каждый раз, когда молимся, мы должны совершать еще и сто поклонов. А у вас один поклон. У нас большая разница тут. Но я как-то мусульман спросил, я говорю, скажите, у вас самое ценное что в исламе? Содружество, мы друг за друга. Это я знаю, головы резать умеете. Но что самое ценное, за что вам надо держаться двумя руками? Они не знают. Я говорю, намаз. Пятикратный намаз. Вот что у вас самое ценное. Вы вот уже четвертый раз мне говорите, головы резать умеете. Вот вы действительно считаете, что это мусульманы все вот террористы? Знаете что, я когда беседовал с ними и сказал, если вам дать в руки Коран, вот Коран дать, и дать тех, которые ИГИЛ, в ИГИЛ режут-то, и дать две кафедры. ИГИЛ режут, это ИГИЛ, вот все вот знают, что это все Запад. Я не закончил. Смотрите, дать вам, вот которые вы такие традиционные, либеральные, и дать тем, и говорить по часу каждому, они будут на 100% правы, а вы на 20%. Они делают все, как написано. Это вы ИГИЛ, которые все. Я просился у Путина, чтобы мне разрешили приехать границу и к ИГИЛу проехать. А зачем они убивают? Меня они не убьют. Я к Сокол, мне 80 лет. А что делать? А там же говорить нельзя о Христе. А я и не буду говорить. Я с их разрешения буду. Я буду там, где бомбят их, на самом месте. Я буду молиться. Мне их жалко. Молодые парни погибают. Сколько их там побили сейчас? На меня. А, вы это. Мне пришел ответ от Путина. Поблагодарили, но не пустили. А потом я сам проехал. В Турции были. Я со своими книгами. У меня 38 томов вышло книг. Я решил их подарить в разные библиотеки. Мы прошли с Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. В Скандинавию, Прибалтику и Север. В Турцию прошли. И везде я дарил 650 городов. Подарил по полной комплекту. Шесть мусульманских республик прошли. Мне это известно. Вот у меня книги, они все разного цвета. А мусульман, где я разбираю Коран, 18 том, он у меня зеленый. Почему? У них зеленый цвет почитаемый. Они его сразу зеленое высвечивают. В мусульманских библиотеках мои книги. Что о них говорено 1300 лет о мусульманах. Что они говорили, все в том мой помещено. Я ими занимался специально. Вот если бы я не встретил Христа, я бы был мусульманином. У меня весь настрой такой, порядок, жесткость, как говорят. А спасения-то нет. Я потом о Христе узнал. Я мусульман уважаю. Они у нас тут ночевали, мы у них. Мой дед их всегда принимал через деревню, когда ехали. Что интересно, он поехал когда-то, наш дед. А они басурмане, басурмане их. Никто не принимает-то. Ну, какой народ-то эти мусульмане-то. А дед мой принимал, дед, материн отец. И он поехал, а там ауэл, это казахи были. Так они его с телеги стащили и на руках пронесли и кричали. Это тот, который нас принимает, поет и кормит. У меня это природное к мусульманам. От деда. От деда. А про пророки Мухаммада, саллаллаху алейкум, что скажете? Ну, что я буду говорить? У нас уже сказали об этом. Если вы желаете, я прочитаю 8 век. Яна Дамаскина. Нет, прочитать не надо. Просто вот что... Нет, я не буду говорить ничего. Зачем мои слова? Я авторитетом никаким не пользуюсь. А это всемирно известные учителя церкви. Еще лучше. То ли я скажу, то ли митрополит. А это я, он канонизирован, святой. Хотите? А теперь смотрите. Только никуда не уходите. Я тут сейчас вытащу это отсюда. У меня это лежит здесь. Так. Вы меня слышите, нет? Да, я вас слышу. Вот. У нас написано так. Чин. Чин, то есть порядок. Как надлежит принимать приходящих из мусульман ко святой нашей церкви? Чинопоследование. То есть, вот у меня брат священник. Вот мусульманина мы в прошлом году крестили. Он приехал, крещение у нас принимал. Прежде всего необходимо узнать... Мусульманина крестили. Так, минутку. Так, что спрашиваете? Вы говорили, что мусульманина крестили? Да. Мусульманин принимал крещение. К нам приехал сюда и принимали. Он принял христианство. Очень хороший человек. Мусульманин принял христианство. Конечно. Так что сравнивают-то? Он за свое... И он, и я, и вы, и все мы вот в этом мире. Вот все, каждый вот получит по своим заставкам. Ну, я хотел прочитать вам Чин. Чин, как... Что считается перед тем, как крещение принять? Вот смотрите. Смотрите. Прежде всего необходимо узнать, не был ли приходящий уже крещен. И истинно ли? Спасение ради души своей, а не из-за прибыли. Или другой какой временной причины крещение святого желает сподобиться. Узнав же доподлинно, то есть побеседовать надо с ним, что только спасение ищет архиерей или иерей, то есть священник, а оглашает, то есть устным словом его учит, пришедшего и нарекает христианское имя. Как его звали? Допустим, Мухаммад, говорит, и звали там Махмед. Ну, Махмед это может быть Максим. Мухаммед, пришедшие, хотящие пройти чьи наглашения, с восприемниками, то есть кто за него двое поручаются, своими становятся перед дверями церкви. Святитель же, войдя в алтарь, с непокрытой головой кладет земной поклон перед святыми дарами, лежащим на престоле, воздает благодарение... Ну, это тело и кровь Христова, сосуд, таинство. А это где находится? В алтаре, в алтаре, в каждом алтаре. Сколько храмов есть? В каждом алтаре, да? В каждом, абсолютно. Лежащим на престоле. Воздает благодарение Богу об обращении их и молится, додаруется ему самому благодать, быть ему способным научить и пути спасительному их. После этой молитвы он встает, я сейчас пишу, это я считаю, не надо перебивать, встает и на мантию надевает и Петрахиль, и Амафор, Митру на главу, и вне алтаря жезл берет в левую руку. Если же действует иерей, то таким же образом, помолившись и возложил на себя и Петрахиль, и Филонь, и целовав святые дары, выходит к западным дверям церкви. Хор же поет Псалом 33, благословлю Господа на всякое время. Став же у дверей внутри храма, вопрошает, оглашаемо. То есть, мусульманин стоит, он спрашивает, кто ты есть? Он отвечает. Мусульманин говорит, я желающий познать истинного Бога и спасения ищущий. Вопрос. С какой цели пришел ты ко святой церкви? Ответ. Научиться от нее истинной вере и к ней присоединиться. Вопрос. Какую пользу надеешься получить от истинной веры? Ответ. Жизнь вечную и блаженную. Так же священнодействующий получает. Если хочешь иметь жизнь вечную, должен веру православную соблюсти. Вера же сия состоит в том, чтобы исповедовать Бога единого в Троице. Бога единого, Отца и Сына и Святого Духа и Троицу воединицы, не сливая лиц, не разделяя существо. Бог есть Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Однако не три Бога, но един Бог. И в воплощении Господа нашего Иисуса Христа разумеется, что Он одновременно есть Бог и Человек. Бог, Сын Единородный от Бога Отца, прежде всех век рожденный. Человек же от Марии Преснодевы, плоть нашу восприявшей, пострадал плотью и распят на кресте ради нашего спасения. Умер и воскрес, и вознесся на небеса, и воссел Одесную Бога и Отца. Когда же придет судить все воскресных и праведники жизни блаженную наследуют, творившие же зло, примут муку вечную по делам своим. Всю веру проповедовали апостолы, кровью своей запечатлели мученики, провозвестили соборы, все отцы и учители церкви. Так же и ты, мусульманин, веру я должен и заповеди Господни соблюдать, ибо вера без дел мертва. Древнейшие и наибольшие заповеди суть. Возлюби Господа Бога твоего всей душою твоей и ближнего твоего, как самого себя. Внушая нам хранить обе эти заповеди, Христос, Спаситель наш, повелел нам и врагов любить, и всем обидящим добро творить, и уклоняться от всякого зла, корнейшая зла суть такие. Гордость, жадность, похоть плотская, зависть, невоздержание, гнев, леность. Ты же, так как хочешь стать наследником Царства Небесного, побеждая их добродетелями. Каким? Гордость, побеждая смирением, жадность, милосердием, похоть плоти, целомудрием, зависть, сорадованием, невоздержание, трезвостью и постом, леность, усердием к молитве, богослужению и прочим делам благочестия. По окончании этого поучения бывает вопрошание. Снова спрашивают, хочешь ли ты эту святую веру с сердцем твоим принять, и неотступно до кончины жизни своей содержать, так же и в добродетелях христианских укорениться, и в них по силе при Божьей помощи преуспевать. Ответ. Этот мусульманин отвечает, истинно от всего сердца моего хочу веру сию святую содержать, до последнего моего издыхания. Добродетельного же евангельского жития придерживаться, моля Бога о помощи. И тогда его спрашивает предстоятель, преклони колени твои перед Господом Богом нашим, он же, став на колени, мусульманин, и руки крестообразные на груди сложив, стоит перед дверями. Священник, знаменуя знаком креста, главу его трижды головолит. Знаменается раб Божий имя. Один раз выслушай, подожди, послушай один раз. Это правило, которое в церкви считается в каждой. Не, мне вот это сейчас неинтересно. Ну, ни разу не слышал, и как его интересно будет-то? Потому что вы жили на этом мире 80 лет. Ну, молятся, понимаешь, клир поет, оглашение первое проходит, поет с Апсалом 8. Нет, это неинтересно. У меня есть своя вера. Нет, ну, маленько, послушай, минуты. Поглоняйтесь идолам. Вот. Отрекаешься ли от веры Магометан? Спрашивает. Отрекаешься ли от веры Магометан? Отрекаешься ли от веры Магометан и всего их лжемудрования, и оставляешь ли он все совершенно? Ответ. Ответ. Веру Магометан и лжемудрования их отметаю и оставляю. Второе. Отрекаешься ли Магомета, как лживого пророка? Считаю, что он лжепророк, и отрекаюсь от него. Дальше. Отрекаешься ли от книги, называемой Коран? Отрекаешься ли от книги, называемой Коран? И всех, которые есть в нем ложных сказаний, законоположений и преданий? Отвечают. Отрекаюсь Корана и всех, которые есть в нем ложных сказаний, законоположений и преданий. Вопрос. Отвергаешься ли Магометову установление о путешествии в Мекку ради поклонения, там якобы душеспасительное? Ответ. Отвергаю, как суеверное. Дальше. Вопрос. Отрекаешься ли Магометанского соблазнительного учения о многоженстве всей жизни? Ну, один раз выслушай, ну, что ты беснуешься-то? Ну, послушай, вот и прорвался сатана. Ну, послушай один раз-то. Ну, я же не боялся читать вашу книгу-то. Что ты за... Я чувствую на усложнение в раю после смерти, что в раю у него будут жены. Мусульманин отвечает, отрекаюсь. И учение это, плату угодию, измышленное отвергаю. Вы отвечаете, отрекаю. Дальше. Отрекаешься ли всех лжесловесий? И хуленей, которые магометане изрекают на Христа, при чистой матери, и он на христиан. Ответ. Отрекаюсь. Вы сейчас вот это мне будете читать. Я вас перелистаю сейчас. Ну, вот ты теперь паникуешь. Из-за чего? Потому что одержимость бесовская. Мне не интересно то, что вы... Ну, один-то раз ты мог бы узнать. Это записано. Это миф. Это неправда. Я это знаю. Это считается в каждом храме. В каждом храме сочетоваешься ли истинно, нелицемерно, и ни в чем не сомневаясь, всею душою твоей, единому истинному, в троице славимому Богу, веруешь ли в Него? Ответ. Сочетаюсь. Истинно. Нелицемерно. Без какого-либо сомнения. И от всей души моей, единому истинному, в троице славимому Богу, веруя в Него. Ну и дальше еще третье исповедание.